МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тысячах километров от дома, на затонувшем у берегов Камчатки, в Охотском море, траулере, был наш земляк. Поможем Роме, березняковцу срочно нужна дорогостоящая операция. НЕУТ ЗА РАБОТУ. Четыре березняковские управляющие организации на КАТО. Четверг порадовал нас ярким солнцем и по-настоящему весенней погодой. А мы готовы рассказать вам о самых важных и интересных событиях этого дня. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. В соседнем Александровске работники хлебозавода практически умирают с голода. Пять месяцев людям не выплачивают зарплату. В прокуратуре целая кипа жалоб. Вера Андреева выясняла, почему так нарушаются законы. Так я ей говорю, я вот уже четыре месяца, мне кредит, я не плачу. У меня кредит, это котел, 12 тысяч надо платить. А я чем буду платить-то? Че? Че мне вешаться, что ли, на это котел? Они уже пятый месяц вот так сотрясают стены. Устали молить, просить, ругаться. Работники самого сытного, казалось бы, производства, живут в проголодь. Последний раз они получали зарплату еще в прошлом году, в декабре. С тех пор изредка кому на руки выдают по 500 рублей. А дальше живите, как хотите. Неоднократно обращались в прокуратуру. Даже есть такие люди, которые очень давно уже уволены. И до сей поры они не получили ничего. Ни зарплату, ни расчетных. Прокуратуру пишут заявление, они дают штраф 30-40 тысяч на предприятие. И эти же долги высчитываются с нас, получается. Нам не дают деньги. Дошло до того, что на заводе сломались грузовики, на которых развозили хлеб, запчастения, товар в магазин возить не на чем. Выручка серьезно упала. Сотрудники иной раз булки развозят на личных автомобилях. По словам пекарей, у завода 6 миллионов долга. Едва расплатились за газ, теперь под угрозой отключения света. Новый директор работает всего месяц. Все вырученные деньги он тратит на погашение долгов, чтобы завод совсем не закрыли. Вот есть ситуация какая, я им объяснял уже ситуацию, в общем-то, в общих чертах. Ребята, что предпочитаете? Остановить производство и остаться всем без работы? Приходится перекрывать сырье, газ, электрики, потому что нас вытачить никто не будет. Завод завтра встанет. Самое главное снизить, понимаете, затраты. Если, извините, предприятие работает в минус, надо убрать минус, правильно? И минус уберется, потихоньку, что-то выравнивает. Минус сейчас это что? Ну так у нас балансовое получается. Мы зарабатываем пока меньше, чем тратим. Переживания нового директора за эти стены понятные, но люди-то живые. У них тоже купятся долги за кредиты, кварплату. Надо кормить детей. У этой женщины, например, их пятеро. И растит она их одна. Рабочая смена 12-14 часов в сутки. На ногах почти все приходится делать вручную. Оборудование устарело. Зарплаты мизерные, 6-8 тысяч. И этих денег люди не видят. Мне так вообще сказали, забей на кредиты. Как так? Вот так. Не платить. Подошла к начальству, сказала, два месяца, третий месяц кредит не могу заплатить. Да забей, я тоже не плачу. Вот и все. Новый директор просит людей потерпеть до лета. Мол, в теплый сезон часть затрат уйдет, и людям начнут выплачивать деньги. Только вот эти уговоры и утешения уже не действуют. Проблем накопилось столько, что размышлять позитивно и спасать завод уже не получается. Рекомендую работникам обращаться, не терять время с исковым заявлением в суд о взыскании заработной платы, поскольку у данных трудовых спорок имеются соответствующие сроки исковой давности, как бы им их не пропустить. Три месяца составляет срок исковой давности, и если его пропустить, можно будет вообще ничего не получить через суд. Но если будет уголовное дело возбуждено все-таки по невыплате заработной платы, я думаю, что руководители для того, чтобы не получить судимость, возместят ущерб, выплатят заработную плату работникам. Вера Андреева, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Вы все еще не платите? Тогда мы идем к вам. Накануне вечером судебные приставы-исполнители совместно с полицейскими провели очередной рейд. Люди в погонах ходили по квартирам и вызывали должников в суд. Сергей Калиник расскажет подробнее. Здравствуйте, судебные приставы. Судебный пристав-исполнитель Александр Франк в очередной раз обходит квартиры с одной только целью – взыскать долги. В этом рейде Александр навещает злостных неплательщиков штрафов, выписанных полицейскими. В основном это штрафы за распитие спиртных напитков и употребление наркотиков в общественных местах. Здесь уже полгода как не живет. А куда уехал? Ну, он где-то это на заработки, то ли в Пермь поехал. Это мать одного из должников. Сын хоть и прописан в квартире, но женщина давно с ним не общалась. Тем более, ни о каких долгах она не знает. Пристав записывает телефон должника, чтобы отыскать его. Как же найти управу на тех, кто годами копит свои долги? На самом деле это непросто, признается пристав-исполнитель. Но благодаря подобным рейдам шансы увеличиваются. Рейды такие очень эффективны. Люди идут потом платить. То есть узнают также в своих штрафах. То есть ранее также штрафы, допустим, ГИБДД. Работы много, неплательщиков тоже много. И как с ними справляетесь? Вот так, принудительным исполнением. Я накладываю арест на счета, также арестовываю имущество непосредственно. За время проведения рейды люди в погонах навестились десяток квартир. В половине случаев дома никого не оказалось. Но приставы обещают в скором времени вновь наведаться к ним. Ведь такая работа проводится несколько раз в месяц. Кстати, люди, которые уже получили повестки, должны явиться в суд, где судья назначит им наказание. Это удвоение штрафа, либо исправительные работы, либо арест до 15 суток. Сергей Каляник, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. А полицейские просят помощи у горожан, которые стали свидетелями ДТП, произошедшего в районе Суханово. Там был сбит пешеход. 14 февраля в период с 22 до 23 часов на проезжей части дороги, ведущей в деревню Суханово, неизвестный водитель, управляя автомобилем неустановленной марки, предположительно цвета серебристый металлик, совершил наезд на пешехода. Также известно, что у автомобиля есть повреждения передней пластиковой части. Межмуниципальный отдел МВД России Березняковский просит всех, кто стал очевидцем этого происшествия, обращаться по телефону 8 963 875 1405. Продолжу выпуск. Подвиг, который забыть невозможно. Березняковским ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла продолжают вручать юбилейные медали в честь 70-летия Победы. Сегодня медали вручали на Березняковском содовом заводе. К слову, это предприятие внесло особый вклад в Великую Победу. Ведь на заводе выпускали самовоспламеняющуюся жидкость для уничтожения танков и бертолетовую соль. Эти люди в те тяжелые для страны годы работали не только за станками, но и в колхозах. Например, Анастасия Мироновна Грибова работала в поле с 12 лет. А всякое было. И голодные были, и холодные были. Война была. Все для войны надо было дать. Все молоко, все-все отдавали для войны. Для солдата Масаду как? А вы сами на траве жили, торгуели. Все труженики тыла получили медали и подарки от Березняковского содового завода и администрации города. А тому, кто не смог прийти, награды вручили лично на дому. Невероятная история о феях, пиратах и захватывающих приключениях в стране вечного детства покорила высокая жюри Всероссийского фестиваля. Детский музыкальный театр «Росинка» вернулся с театрального форума «Роза ветров» дипломантом первой степени. Венди, а вот знаешь, если честно, от одной девчонки толку больше, чем от 20 мальчишек. История непослушного мальчика Питера Пэна в исполнении юных березняковских актеров была представлена на Тюменском фестивале в номинации «Дети играют для детей». За звание лауреатов в этой категории боролись 11 детских коллективов страны, а это больше 200 мальчишек и девчонок из разных городов. В итоге диплом первой степени достался именно нашему музыкальному театру «Росинка». Жюри всероссийского конкурса оценила не только актерскую игру, но и режиссерские находки при постановке спектакля. Каждый раз, уезжая все дальше от родного города, наши дети завоевывают вот это всероссийское пространство. Потому что они привлекают другого зрителя, работают другие жюри. И жюри очень высоко оценивает работу нашего коллектива, наших детей, наших режиссеров. Сегодня 2 апреля, значит день шуток, смеха и розыгрышей позади. А вы уже догадались, что наш вчерашний сюжет про то, что в моду вошли плавательные шапочки, это шутка. Надеемся, что вы еще не приобрели этот аксессуар. А как березняковцы разыгрывали друг друга, с этим вопросом мы вышли на улицы города. Вот сказали, у тебя там нитка висит, где-то оторвалась, наверное, что-то. Вы поверили? Да. Поверила. Ну и ребенка разыграла, что у него там ногу пятнышко и все. Поверил? Поверил? Ну сказали, что овощи не помытые, когда я их резала. А они оказались уже помытые. Разыгрывали ли вы кого-то и разыграли ли вас? Нет. Вон, ты меня написал. Да, разыгрывал. Как? Ну написал, что мы с ней не можем больше быть вместе. Расстаем. Любимая девушка? Да. И что? Ну а мне начала она звонивать. Говорит, типа с мысей мы, говорит, расстаемся. Я говорю, с 1 апреля. Ха-ха-ха. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждут прогноз погоды и проект «Будь в теме». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. В Соликамске потеплеет до 12 градусов тепла. В Перезняках 4 апреля температура воздуха ночью минус 5, минус 3. В дневные часы 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. В субботу солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. В воскресенье.